Сегодня мы познакомимся с личными местоимениями первого, второго и третьего лица. Узнаем об изменении личных местоимений третьего лица единственного числа по родам. Мы отправляемся в страну местоимения. А местоимение – это часть речи. Сегодня местоимения мы найдём в детских стихах. И наш девиз – вот вам стихи чудесные, такие интересные. Личные местоимения бывают первого, второго и третьего лица. Я – мы – местоимение первого лица. Ты – вы – местоимение второго лица. Он – она, оно – они – местоимение третьего лица. Личные местоимения единственного числа. Я – ты – он – она – оно. И множественного числа. Мы – вы – они. Вспомните, какая часть речи в русском языке обозначает предмет. Правильно, это имя существительное. Послушайте строки. Подумайте, какой секрет они скрывают. Мы предмет не называем, его имя мы скрываем. А какая часть речи называет, обозначает предмет? Правильно, это имя существительное. А знаете ли вы, о какой части речи говорится в стихотворении, если она скрывает имя предмета? Откроем секрет. Новая часть речи называется «Местоимение». Вывод. Местоимение заменяет имя существительное. Рассмотрим это на примере загадок. Я ещё зову стоман. Вкусным делаю. Салат. Правильно, это помидор. Имя существительное «Помидор» заменяет местоимение «Я». Ты на грядке весь зелёный, в банке вкусный и солёный. Да, это огурец. В загадке это слово заменяет местоимение «Ты». Сейчас мы узнаем, на кого или на что указывают личные местоимения первого, второго и третьего лица. Заполним таблицу. Лицо и число личных местоимений. Послушаем строки из стихотворения Сергея Михалкова «Дядя Стёпа». Я готов служить народу. Раздаётся Стёпин бас. Местоимение «Я» указывает на себя, на дядю Стёпу. Я – личное местоимение первого лица, единственного числа. Строки Нины Саконской. Разговор о маме. И просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим её. Местоимение «Мы» указывает также на первое лицо, мне, на детей. Мы – местоимение первого лица, множественного числа. Владимир Маяковский, стихотворение, что такое хорошо и что такое плохо. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, про такого говорят плоховатый мальчик. Местоимение «Ты» указывает на того, с кем говорят в единственном числе. «Ты» – местоимение второго лица, единственного числа. Строчки из стихотворения «Любочка» известного детского автора Агнии Барто. Если к этой «Любочке» вы придёте в дом, там вы эту девочку узнаете с трудом. Местоимение «Вы» указывает на того, с кем говорят во множественном числе. Местоимение «Вы» – местоимение второго лица, множественного числа. «Он», «Она», «Оно» – местоимение третьего лица, единственного числа. Обратите внимание, что местоимения третьего лица изменяются по родам. Местоимение «Он» заменяет имя существителя мужского рода. «Она» – женского рода. «Оно» – среднего рода. Владимир Орлов. Мои помощники. Ночью помощникам нужен покой. Дремлют они у меня по щекой. Местоимение «Они» служит для указания на людей, животных, предметов во множественном числе. Прочитайте строки из стихотворения Агнии Барто. «Головой кивает слон, он слонихе шлёт поклон». Найдите местоимение. Определите лицо, число, род. Поставьте на паузу, выполните задание. Проверьте себя. Местоимение «Он» заменяет существительное «слон». Слон – имя существительное мужского рода единственного числа. Следовательно, местоимение «Он» – это местоимение третьего лица единственного числа мужского рода. Прочитайте предложение. Дети читали стихотворение. Стихотворение было о зиме. В предложениях есть недочёт. Попробуйте его определить. Поставьте на паузу. Проверьте себя. Недочёт в предложениях – это повторение слов, стоящих рядом. Изменим. Дети читали стихотворение. Оно было о зиме. Вывод. Используя личное местоимение «Оно», мы избежали повторов. Запомним. Личные местоимения позволяют избегать повторов и служат для связи предложений в тексте. Мы познакомились с личными местоимениями как частью речи и их грамматическими признаками – лицо, число, род. С личными местоимениями первого, второго и третьего лица. И узнали, что местоимения третьего лица единственного числа изменяются по родам. Нашу тему украсили стихи. Слова в стихах звучат, как музыка. Для закрепления изученного материала обратитесь к правилам в учебном пособии часть 2 на страницах 3-14. Рекомендуем выполнить упражнение 15 на странице 15. Поставьте на паузу выполниться упражнение. Проверьте себя.